приветствую вас друзья в youtube канале все для клёво сегодня очередной рейд с одесским рыбаканом патрулем по каналу который входит в реку трончук особенно после нашумевшего видео в котором арендаторы применили силу против рыбаков мотивируя свои поступки тем что на канале ловить нельзя кстати вот краткий фрагмент этого видео он пытается драться машет 2 пошел за дубиной он с ружьем с дубиной я предупредил здесь ловить рыбы нельзя общее и летом нельзя ловить и зимой нельзя и весной не хорошо вы сами ловите нет мы в нем не ловим вот и решили мы зайти именно в этот канал возле которого был инцидент и посмотреть как он охраняется и ловят ли рыбу в нем рыбаки если заехать через охрану официально заплатив деньги за рыбалку как многие из вас знают из правил любительского ловли лов в технических каналах заключен поэтому сегодня мы проводим именно профилактический рейд без составления каких-либо протоколов на любителей рыбной ловли объясняя вам зрители и рыбакам на водоемах об ограничениях рыбалки на каналах згідно правил любительского спортивного рыбальства любительский лов в каналах магистральных подвидных каналах скидных каналах любительский лов згідно правил любительского рыбальства пункта 3.15 забороняется ну а специально спилили два дерева чтобы нельзя было проходить на лодке в этот канал видите перегородили короче дорогу ну попробуем пойти мешком не знаю получится это у нас или нет уже там еще есть два канала да уж таких местах можно стоить своих трудочников они любят такие места такие подальше от глаз поближе к воде в каналах поэтому не исключено что мы можем планировать их товарищ канал наш это тут мы идем вдоль канала мы идем всегда громко надо идти тише но что-то как не получается куча веток сухих уже мужик вышел погреться так что значит реки без канала чик ну отлично теперь моя очередь вы знаете что в этом канале нельзя ловить не знаете с рыбхоза в рыбхозовских каналах можно ловить это же не рыбхозовский канал это технический канал в нем нельзя ловить так мы ж не знаем ну не знаем ну что вам никто не объяснял или что нет а рыбалки по своей дороге ели то мне никто ничего не рассказывал тоже что краси хорошие люди такие большие ладошки они не сказали куда можно заезжать куда нельзя он сказал просто езжайте мы спросили деклюи он сказал я не знаю езжайте девицы все то есть они не сказали сюда можно че туда нельзя че выезжаете ну вы же целенаправленно именно сюда приехали то есть то есть мы были в нам никто не показывал тут ни где не было написано если бы тут было без знак мы объемную сюда не Взяли из трех человек по 250 гривен, да? Да, из-за машины 50. Из-за машины 50, то есть 750, 800 гривен, да? Да. Понятно. Еще спрашивал жена, не рыбак, а он говорит, что без разницы, что у нас захотел. И человек не дали? Не дали. Открыл ворот, и мы заехали, проехали. Видим, все по всему каналу рыбаки сидят. И мы дальше-дальше. Тут заняты, было заняты. Тут собор, чтобы вы пришли сюда. Я правильно. Хорошо, спасибо. Ловить нельзя. Я вас услышала. Все. Понятно? Запомнили. Больше такого не повторяйте. Добрый. Вы заплатили деньги. Вы заплатили деньги вот с той стороны? Да. Нам разрешили бы ловить. Где можно тогда? Вам сказали, что здесь можно ловить? Вам так сказали? Любой человек вставайте, ловите. В чек? Да. Правильно. Ну это же не чек, это канал. Это канал с Турничука. В него заходит рыба Турничуковская, понимаете? Да. На нерест. На нерест. И здесь ловить нельзя. Вот в его каналах, там где он арендует, в них, пожалуйста, можно ловить. А здесь нельзя ловить. Нельзя. Вы не снимаете, потому что сейчас ее выкину просто в воду. Кого выкинули? Вы не имеете права. Ради бога, я снимаю. За что мы платим? Я объясняю, послушайте внимательно. Мы сейчас находимся официально в рейде рыбоохранного патруля. То есть мы сейчас официально выполняем служебные обязанности, чтобы вы понимали. И мы фиксируем нарушение рыбальства. Разумеете? Ну так, а что вы будете применять ко мне силы и выкидывать мою камеру? Нет, я не буду ничего. А к чему вы тогда так говорите? Мы заплатили деньги. Правильно? Приехали с города. По рыбакам. Хорошо, я взяла посадку. Ну, ну. Человек, который должен бы сказать, там можно ловить, там нельзя. Он ничего сказал. Он взял денег, говорит, где хотите там ловить. Все. И при этом дал чеку? Нет. Вы заплатили за чеки, вот те, которые он зарубляет. Здесь никто не зарубляет. Понимаете? Смотрите, так само почему нас как бы не предупредили, правильно? Да. Нам сказали, где хотите, там и ловите. Я приехал, мне понравилось место, чего я не могу половить, правильно? В принципе, да. Вот. Я с вами согласен. Вы требуете деньги у того, кому вы давали. Вы же нам не давали деньги. Слушайте, давайте тогда вызывайте сюда хозяина, кто вот этот, блядь, держит, того охранника, и будем разговаривать. Можно ловить через дорогу, пожалуйста, ловите где хотите. Там уже с той стороны все свернулись? Уже, да. Сворачиваются, да. Все сворачиваются. Мы всех предупреждаем по-хорошему, предупреждаем один раз. Поэтому, пожалуйста, еще раз. А в этих там... У них ловите шутки? Это не наше. Это у них частная территория. Вот там частная территория, пожалуйста. Хорошо. Чего же при этом не предупреждают? Вот это вот. Вот это если мы будем разбираться с ними, почему они... Что специально делают? Почему они не предупреждают? Ну, мы туда можем... И поскольку, по 250 гривен? Конечно. Человек. Не, по 250 гривен. Человек. Человек. А плюс бензин или не ловит. Плюс прикормки, каши. Правильно? Там даже таблички охраны немало. Кому я знаю, кому и дети будут. Правильно? Вы знаете, да? Правило, что в каналах ловить не за. Вы поняли, да? Нет, мы сказали. Ну, все. Мы люди. Все. Переходите, да? Скажите, вы платили деньги? Да. Сколько? Ну, считаю, 200. Не, ну, прям так влечу не надо. Хорошо. Я вот так скажу. Тут 250 гривен человека. 250 гривен, да? Чек давали? Я сказал, давай чек. Ну и дали? Конечно. Сейчас песня. Е-мая, а что же это такое? Капец. И здесь что-то такое разбросано. Что это? Здесь ловить нельзя. Особенно вот ту мелочь, которую вы ловите. Это вообще... Это в принципе не было. Ну, тогда выпустите, пожалуйста. Вот эту мелочь. Вот. Аранька 18 сантиметров тоже. Там никто ничего не сказал. Пустили езжать, дарыпать. И все. Первый раз это подтверждает. Потом брать. Да. Скажите, пожалуйста, вы платили деньги, да? А вам чек давали? Нет? Понятно. И зачем надо было брать эту мелочь? Вот скажите. Это ребенок. А? Ребенок. А, ребенок? Да. Ну так вы поймал, сразу отпустили бы. Эта мелочь кому нужна? Перечисляйте в каких каналах. В каких-то магистральных каналах. Бачите? Пункт какой там? 3? 3.15. 3.15. Добрый день. Здравствуйте. Хороший карасик. Навер�оль Sorry. Я вам объясню. Я вас снимать не буду. Я отвожу камеру. Что вы сделаете? Что ты с GEORGE. Ты смотри на него. Ты смотри на него, блядь. Я вам покажу удовлетворение. Да нахуй мне эту воду стырянь. Чудо, блядь. Иди нахуй отсюда. Смотри на него, блядь. Ты смотри, что он меня снимает. Ты смотри, что он меня снимает. Еще этого мне не хватало, блядь. Нашел, сука, звезду YouTube. Иди нахуй отсюда, блядь. Ты смотри на него, блядь. Что не получается? Я вам объясняю. Что не получается? Я вам объясняю. Здесь ловить нельзя. Да мне делать нехуй, я слушаю. Ты кто такой? Я общественный инспектор рыбоохранного патруля. Иди нахуй отсюда. Все, туда на въезд, где я рассчитался, там разбирайся. Нет, я там не буду разбираться. Я тебе сказал еще раз. Ты мне спрашиваешь, что я не снимаю? Я вас не снимаю. Я снимаю отдельно, вот сюда. Смотри на него, блядь. Делать вам нехуй, или что? Мы делаем свою работу. Какую работу? Профилактику. Нарушения. Я вас не снимаю. Нет, я вас не снимаю, ребят. Я тебе сейчас объясню. Мы хотим просто объяснить и провести профилактическую работу с вами. Вы бы начинаете вот так вот реагировать. Это что, нормально считаете? А за что мы деньги платим? Это спросите у них. Мы у вас деньги брали? Вы находитесь на канале. На канале, на котором ловить нельзя. Запрещено ловить. Ну если нельзя. На нем, на этом канале ловить нельзя. В смысле нельзя? Ну вот так нельзя. Подожди, ну мы же как-то через Грусу заехали. Да, вот там, вот там вот, пожалуйста, ловите. Вот там. Вот там ловите. Без проблем. Мы же как-то сюда заехали. Ну еще раз вам говорю. Технический канал, вы понимаете? Который подходит к гидро-техническому сооружению. Это запрещено здесь ловить. Вы понимаете? А что именно этот канал заброняет? Потому что он технический. Подвидный канал. Вот этот канал. Этот канал подвидный. А вот этот канал. А это их нет. Это Чековский. Да, Чековский канал, пожалуйста, в нем ловить можно без проблем. Что надо сделать? В нем ловите, пожалуйста, без проблем. Тем не менее, пожалуйста, освободите здесь территорию. Этот канал. Слушай, друг, ты мне сразу не понравился? Я тебя сейчас освежу, блядь, от жизни. Я тебя честно говорю. Нахуй ты меня, сука, доводишь. Выключи эту хуйню, я тебя, блядь, сразу просил, нахуй. Я еще раз говорю. Выключи ее, нахуй, блядь, я тебя, сука, попросил. Спокойно. Спокойно, не нервничте. Ну все, не надо нахуй настрогать. Вот нормальный адекватный человек. Я не знаю, что он такой неадекватный. Что с ним? Я вам объясняю. Вот это технический канал. Это технический канал. В нем запрещено ловить. Вот в этих каналах без проблем. Это у него арендованные каналы. В них, пожалуйста, ловите. В этом канале нельзя. Сейчас идет рыба на нерест, она сейчас сюда все заходит. Вы сейчас ее всю ловите, и потом, блин, не стоит нечего будет ловиться. Потому что воды нигде нет. Она только сюда и заходит. Таких каналов осталось очень мало, понимаете? Мы бабки платим, заезжаем все этой ловим рыбу. Ну я понял вас. Я все прекрасно понял. Это уже, это уже, это проблема арендатора, которая на совести его. Чтобы он вам объяснял, где можно ловить, а где нельзя. Абсолютно правильно с вами. Я с вами согласен. Поэтому никто с вас штраф не берет. С вами проводится федератическая работа. Чтобы вы поняли, что в этом канале нельзя ловить. Ну все. Так а что тогда он начинает панты лимонить? Да какие панты? Ну верни мне деньги, это я не буду ловить. Включи сюда табличку. Да и напиши, что тут ловить нельзя. Я прочитаю. Обязательно. Теперь Петр Петрович поставит эту табличку. Обязательно. Он сейчас увидит. Я прочитаю и скажу, что я прочитал, я тут ловить не буду. Но если тут не написано, то что я должен на кого слушать? Нет. Всегда было так. На территорию кого заехал, ловить не хочешь. Правильно. Потому что он этим пользуется. Что вот сюда в основном все приезжают. Но здесь ловить нельзя. Из-за этого произошла стычка вон там. Да я сейчас раз стоял. А почему это произошла стычка? Вот теперь подумайте. Почему это произошла? Потому что он загоняет сюда по 250 гривен людей. Вот только из-за этого. Потому что вот если бы он заплатил 250 и ловил здесь, проблем бы не было. Он создаёт рабочие места, блять. Он не ходит с этой залупой, не пиздит на людей. Он создаёт рабочие места. Никто никого не пиздит. Полмиллиона в год, блять. Что он плохого тебе сделал? Только налог заплатил, блять. Людям работу дал, блять. Дальше. Что он плохого сделал? Ничего не сделал плохого. Ну? Он плохо сделал только что, чтобы он мне объяснил, что здесь нельзя ловить. Да напиши табличку, я её прочитаю и я тебя пойму. Я ему сейчас скажу, чтобы он сделал такую табличку. На что ты мне это рассказываешь? Я тебя успокаиваю. Вы уже успокоились? Слава Богу. Наконец-то. Просто непонятно, знаешь, одно обидно. Что, блять, человек может стараться и хочет, чтобы оно было хорошо. Но тут плюёт. Вот. 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 Понимаете? Вот. Вот и получается прецедент. Вот вы смотрели тот ролик, который он набил когда-то? Вот почему он набил? Вот скажите, объясните. Вот теперь, с точки зрения, объясните, почему это произошло? Ну, наверное, надоебали его до нервов. Значит, я понимаю, что люди перелазили, я так понимаю, что, скорее всего, они перелазили через забор и хотели на шару здесь половить. Правильно? Да. А он, наверное, наверняка думает, что, ни хера себе, тут народ заезжает по 250 платят. А эти, что, самые охрененные лохи, что ли? Давай-ка мы их присанём, блять. Или ловите, или там не ловите, или иди к нам и ловите здесь. Но ведь он же за правду, он же говорит, он же сам сказал, что в этом канале ловить нельзя. Ни зимой, ни летом, ни осенью. Вы слышали? Вы же это слышали? Да. Ну так вот. Так что ж получается? Получается, тогда он не прав. Ну так. Если он берёт деньги, пускает на территорию, правильно? Да. Он не прав в том, что он не объясняет, блять, людям. Все ж знают, что в этом канале будет ловиться рыба. Чек делаешь? Не дал? Да никто и не пустил. Ну так вот. Все всё устраивают. Вот, вот видите? Заехали. А то, что он зарабатывает деньги, делает беста, очень хорошо. Так и надо. Это какой канал? Все для клёвого. Все для клёвого. Я так и понял. На тебя сотрю реально. Ну ты бы сразу пришёл, сказал, что ты нормальный пацан. Блять, а что, ё-поё? Ну а что? Ну я думал, какой-то там нормальный, блять, инспектор. Всё, хуйня хоть раз в жизни, блять. Ну давай-то там в трапах. Дядь, ну ты же видишь, мы не дружаем. Сухайте, будь ласка, убирайте, пожалуйста, в будочку. Переходите на другое место и там ловите. И тогда всё нормально. Мы сейчас идём оттуда и все ребятам всё объясняем. А, вы с той стороны идёте? Да-да-да, мы оттуда идём. Сейчас мы туда дойдём до конца и всем точно так же объясним людям. Да-да, хоть нам возвращают бабки. Так будь ласка, это ваше право. Идите к ним или идите в другое место. Мы ради этого карасика сюда и приехали. Ты знаешь, тут такая ситуация. Раз пошёл коса на камень, то уже пойдёт до конца туда, то это коса. Ну, мы поразумилось? Да, поразумилось. Ну, будь ласка, тогда вот. Мы тогда пошли дальше с людьми разговаривать. Сегодня проводим профилактический рейд. Вот, спасибо, вот это здорово. Для того, чтобы вам объяснить и всем одесситам объяснить, что здесь зловить нельзя, вы понимаете? Мы больше даже не ловим, больше дышим. Пожалуйста. Если у вас там есть маленькая рыбка, выпусти. И перейдите, пожалуйста, в другое место лова. Только не на этом канале. Договорились? Да. Видите? Адекватные, нормальные рыбаки. Это YouTube-канал «Всё для клёво». А, то, что я всё время смотрю, там где платно, не платно. Вот это вы показываете. Да, да. Хорошо. А вот это самое. У меня вопрос интересует. Ага. Какой вопрос интересует? Ой-ой-ой, сейчас я хотел спросить. А, вот то, что показывали в YouTube-канале, то, что на глубоком торунчике, там действительно всё так и есть? Что там у них аренда, всё это. В итоге 80 мест там. Да, да, да. Вы смотрели интервью, да, да, да. Я вас понял. Эта информация проверяется и будет сделано отдельное видео по этой информации. Так что смотрите YouTube-канал и всё увидите. Спасибо. Пожалуйста, убирайте удилища. Да, да, да. Да. Всего вам всего хорошего. Хорошо. Спасибо. Ну, что это может быть такое, а? Бурлит прямо? Да. Да. Смотри, наверное. Что это? Ну, какая-то нет. Бульки идут. Смотрите. Петр Павлович, я хочу обратиться к вам и сказать сразу, что это никакая не языкозуха, чтобы вы сразу понимали. Просто в прошлый раз, когда я у вас брал интервью, я услышал те слова ваши о том, что в этом канале нельзя ловить ни весной, ни летом, ни зимой. Что этот канал технический. И у меня такая родилась идея проверить, ловят ли в этом канале и на каких основаниях. И оказалось, что полно рыбаков. Все по 200 гривен или по 250, я там уже точно не знаю, на КПП оставляют, чеки никто не даёт. Это нормально? Ну, не знаю, может быть и нормально для кого-то, но я считаю, это неправильно. Если мы строим правовое государство, то должны быть у всех единые правила. Это во-первых. А во-вторых, почему нет никаких табличек, что в этом канале ловить нельзя? Почему ваши охранники не объясняют людям, что здесь ловить нельзя? Мне кажется, я понимаю, почему это сделано. Для того, чтобы как можно больше привлечь людей и больше заработать денег. Это понятно. Но при этом, тогда возникает вопрос, а почему тогда вы бьёте тех людей за территорией? Вот тут как раз и возникает логический ответ. Чтобы всех загонять действительно на территорию, чтобы все платили по 250 гривен. Ну, я так понимаю. Это ненормально. Это ненормально. Поэтому я вас попрошу, сделайте выводы и приведите, пожалуйста, всё в соответствие. Да, кстати. Скажите, пожалуйста. Получается, что люди платят деньги за ту рыбу, которая зашла в канал Струнчука. Правильно? То есть вы её не вырастили. Её вырастила природа. Это ж не та рыба, которую вырастила ООО Одесса Рыбхоз. Ведь так? Тогда непонятно, за что вы берёте деньги в этом канале. И, кстати говоря, там какая-то непонятная жижа в вашем канале. Не знаю, что это, но тоже как бы вам показываю, чтобы вы тоже принимали какие-то меры. Спасибо всем за понимание, друзья. Не ловите в каналах, дайте возможность рыбе отнереститься. Хотя бы дайте отнереститься. Потом, ради Бога. Вот, пожалуйста, пока есть возможность, ловите на реке, на Днестре, на Трунчуке. Возьмите фидорок себе с тоненьким бланком. Почувствуйте эту элегантную поклёвку. Но не ловите в этих каналах. В них запрещено ловить. Во всех каналах запрещено ловить. Дайте рыбе, пожалуйста, отнереститься нормально. Вы были на Туб-канале «Всё для клёво». Встречимся на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова